Девушки отдыхают Нет Джонни – мой азиатский принц из Китая Он даже заявил, что поможет мне сбросить лишний вес У меня… вот какая мысль При встрече он может удивиться тому, какая я крупная Не хочу, чтобы тебе разбили сердце Пусть спит в другой комнате Я её даже украшу Ты серьёзно, мама? Я сказал Мэмфис, что моя мама не против того, чтобы мы спалила в одной комнате О, господи! Но я ей соврал Не нравится звание суперфанатки? Я больше, чем фанатка И кто же ты? Я приехала, потому что он пригласил Он пригласил? Он сказал, что ты захотела приехать Я не стану с вами спорить У нас мало времени, чтобы понять, какие у нас отношения И я не позволю Бадмусу Ислам Ти всё испортить Вот диван, который купил мне Майк А это гарнитур, который тоже он подарил Я держусь на плаву благодаря тому, что он присылает Но Майк не из тех мужчин, которые мне нравятся Не знаю, как всё пройдёт Надеюсь, что Химена именно та, за кого выдаёт себя по телефону Если я выясню, что всё это время она меня использовала У меня разобьётся сердце Виза невесты, виза жениха, знакомство Майк, Тиэлс, штат Нью-Йорк Спасибо Я прилетел в Колумбию, чтобы наконец-то встретиться с Хименой Я потратил на эти отношения целый год И я просто ужасно волнуюсь, потому что не знаю, как Химена отнесётся ко мне, когда мы увидимся Проскочит ли между нами искра? Она и правда та, за кого себя выдаёт? Боже мой Привет Привет Я люблю тебя А я тебя Хорошо долетел Да Да? Когда я увидел Химену, я безумно обрадовался Первый поцелуй был чудесным Я так счастлив И я счастлива Рада тебя видеть Да Пойдём Химена, как вам первый поцелуй? Он был таким коротким, недолгим и страстным Но я уверена, будут и другие поцелуи Лучше, чем первый О чём она, Майк? Мне кажется, что она немного Люблю тебя Я тебя больше Нет, я Когда я встретила Майка в аэропорту, я немного удивилась Не думала, что он такой низенький И тогда я сказала себе, ух ты, он ниже Но Майк такой милый в своих очёчках По-моему, он очаровашка Так много машин Очень Как в Нью-Йорке Да Я знаю одно местечко, куда мы можем сейчас заехать и пообедать ЗВОНОК Кто звонил? Папа Зачем сбросил? Люблю тебя Почему удалил? Обожаю А я тебя Да, мы только начинаем узнавать друг друга Надеюсь, Химена понимает, что может мне доверять Я никогда бы не стал ей врать Но мне очень приятно, что она Заявляет на меня свои права Потому что это доказывает, что она на самом деле искренне меня любит Проходите Спасибо Прошу Хочешь есть? Да, очень Вы Музыка Музыка Мне было неловко, потому что я заметила, что он молчит. Может быть, его что-то беспокоило. Наверное, нам с Майком нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. О чём задумался? Что? Ты сказал папе, куда уехал? Да. Да? И что он тебе ответил? Да. Ты меня не понимаешь. Тут связь плохая. Забудь. Ты в порядке? Да, в полном. Говорить с Хименой лично трудно. Общаться по телефону куда проще. Можно написать фразу и перевести её. А сейчас всё вышло не так, как я ожидал. Надеюсь, мы быстро наладим диалог. Ведь у нас есть меньше двух недель, чтобы узнать друг друга. Я хочу сделать ей предложение к концу отпуска. Люблю тебя. А я тебя. Хим, Сан-Диего, штат Калифорния, Усман, Сокота, Нигерия. Занзибар, Танзания. Лодыжки отекли. Это цена красоты. Уверяю вас, цена красоты. Лодыжки отекают уже два дня, потому что я пролетела полмира, чтобы встретиться с Усманом, также известным как Саджабой. Он певец из Нигерии. Он снимает в Танзании клип и пригласил меня сюда познакомиться поближе. Пусть грудь и попа выглядят больше лодыжек. Я готова вступить с ним в отношения, но Усман не очень сильно торопится, поэтому вчера не остался со мной. Но он позвал меня на собрание. Надеюсь, потом мы останемся с ним вдвоём. Надо хорошо выглядеть. Выбрать это место для съёмок видеоклипа – прекрасная идея. Мы не виделись вчера вечером. Ты что, переночевал в её комнате? Или? Нет, я там на ночь не оставался. Но ты же приходил к ней? Да, мы очень хорошо провели время. Я пришёл к ней в номер. Бог ты мой, брат! Она подарила мне ноутбук, а также новую приставку. Ух ты! Ты на неё запал, что ли? Наверное. Я неравнодушен к этой женщине. Перейдём к делам. Завтра приедет режиссёр и... Роза Ри. Знаешь, она знаменита в Танзании. Её менеджер сказал, что она хочет с тобой познакомиться. Я договорился о встрече. Сегодня поговорите. Твоей карьере это на пользу. Отличная идея, не вопрос. Мы приехали снимать клип, а также налаживать контакты. Роза Ри – известная певица из Танзании. Я менеджер Усмана, и хочу, чтобы они подружились. Вот и она. Привет, Ким! Привет! Иди сюда. Привет, как дела? Привет, Ким. Рад тебя видеть. Я тоже. Саджабой. Сегодня ты называешь меня так. Так, впервые назвала меня Саджабоем. Я и вчера называла. Нет, я был Усманом. По-моему, Усман неравнодушен к Кимберли. Они держатся за руки на людях, и это очень плохо для его имиджа. Их фотографии могут выложить в сеть и написать, он опять с какой-то старушкой. Нет, мы этого не хотим. Кимбали. Сегодня я должен встретиться с девушкой, певицей. Она услышала, что я приехал, и хочет познакомиться. У вас будет свидание? Нет, не свидание. Это похоже на свидание, но на самом деле это деловая встреча. Не знаю, согласишься ли ты. Нет, я приду с Кимберли. Ладно. Ты пойдешь со мной. Чего ты вздыхаешь? Что это? В чем дело? Да все нормально. Иди, если хочешь. Что происходит? Ты пригласил меня сюда. Зачем встречаться с другой? Не понимаю. Возможно, они спланировали это специально, чтобы меня оттолкнуть. Хотят показать, вот с какой девушкой должен встречаться Усман. Если я увижу, что Усман начал флиртовать с этой девицей, я сразу встану, переверну стол и уйду. Я не играю в такие игры. Довольно? Довольно? Все хорошо. Кимберли в порядке. 31 год. Год моего рождения. 31? Шучу. Здравствуйте, добро пожаловать, проходите. Ух ты, здесь красиво. Спасибо. Это и правда чудесное место. Тут здорово. Неплохо. Зачем мы встречаемся с этой женщиной? Это просто деловая встреча. Ясно. Мне очень трудно. Я хочу, чтобы Усман развивал свою карьеру, но у нас очень мало времени. Поэтому мы должны чаще оставаться с ним наедине. Наверное, мне надо было остаться в отеле. Я позвал тебя, потому что если бы ты осталась в отеле, ты бы решила, что я тебя бросил. Так было бы лучше. Не понимаю, что изменилось. Ты должна радоваться. Ладно. Ты прекрасно знаешь, кто должен прийти и зачем. Мы с ней не знакомы. Ясно. Мы не встречались. Ваш холодный чай. Это вам. Меня тошнит. Вино для вас. Да. Ставьте. Усман. Усман. Усман.